Уже практически в каждом докладе название рапомицина прозвучало, но я позволю себе еще раз напомнить историю криктиденного вещества. Как вы знаете, это мукролит, обнаруженный в образцах паучевы в бактерии Streptomyces hydroscopicus. И при учете того, что он первоначально разрабатывался как противогрибковый агент, очень быстро обнаружены были его иммуносупрессорные свойства. На чем, собственно, определенный уровень интереса к нему погас на некоторое время, а восстановился он после того, как уже на молекулярном уровне обнаружено было, на что же он действует. Ну, эффектором в данном случае был назван именно так мишень рапомицина, оказался достаточно универсальный молекулярный механизм у всех организмов. И вот тут-то пошли исследования. Потому что, как оказалось, МТОР является серинпротеиновой киназой, которая связана с достаточно консервативным путем фосфонезодиатит-3 киназы. И сама по себе представлена как минимум двумя белковыми комплексами. Это МТОР1 и МТОР2. Эти белковые комплексы имеют абсолютно разные белковые компоненты, они реагируют на различные субстраты. Если МТОР1 комплекс, он реагирует преимущественно на внешние стимулы, в основном это аминокислоты, но это может быть и глюкоза, и кислород, и факторы роста, то комплекс МТОР2 реагирует преимущественно на систему инсулино-инсулино-подобного фактора роста. Таким образом, механизм действия у данных компонентов немножечко различается. Преимущественно МТОР1 комплекс отвечает за синтез белков, нуклеотидный синтез, синтез липидов и в принципе процесс аутофагии. Тогда как МТОР2 комплекс преимущественно оказывает влияние на организацию активного цитоскелета, вживание клетки за счет действия на различные протеинки и НАЗА. Но самое главное существенное отличие между этими двумя комплексами является именно их чувствительность к рапомицену исходная. Если МТОР1 комплекс был изначально показан полностью чувствителен к рапомицену, полностью ингибируется им, то вот для МТОР2 комплекса такая чувствительность достаточно тканеспецифична. Так, только в ряде тканей, например, в мышечной, жировой ткани печени, была обнаружена чувствительность комплекса МТОР2 к рапомицену при хроническом длительном введении. Тогда, как в других тканях, под МТОР2 комплекс на рапомицен не реагировал абсолютно. Вследствие того, что система МТОР является интегральным компонентом сигнальных путей, и за последние 20 лет наше представление о том, в каких конкретных функциях участвуют эти компоненты, позволило предположить, что ингибиторы данных ГИНАС будут оказывать различные действия. Таким образом, рапомицен и быстро развивающиеся его аналоги стали исследоваться в различных направлениях. В основном, конечно, поначалу это были исследования иммуносупрессорного действия, достаточно быстро перешли к исследованию рака, позже уже обнаружилось исследование влияния на метаболические заболевания, неиндегенеративные, ну и, конечно, общее старение. Особенно масло вагон, конечно, подлило данные о том, что у мышей со сниженной экспрессией МТОР продолжительность жизни увеличилась на 20%, и снижалась частота злокачественных новообразований, и даже внешний вид животных, нокаутированных по МТОР, сильно отличался. Соответственно, ингибируем МТОР различными путями, в том числе рапомиценом, получаем увеличенную продолжительность жизни. И как снежный ком покатились исследования на различных типах живых существ, начиная от дрожжей, червей, мух. У всех у них было показано существенное увеличение продолжительности жизни при приеме рапомицина. Ну и, конечно же, мыши. Мышь – основной наш экспериментальный объект, и вот эта самая известная, самая популярная статья по рапомицину, опубликованная в Nature в 2009 году, которая показала, что в генетических гетерогенных мышей введение рапомицина увеличило продолжительность жизни самцов на 9%, а самок – на 14%. После этого количество исследований рапомицина в различных дозах, в различных схемах введения. Все-таки мы не будем забывать, что рапомицин имеет очень сильное иммуносупрессорное свойство, соответственно, постоянный его прием крайне ограничен. Исследований было масса. Вот на данном слайде представлено одно метаисследование 29 различных данных, где был положительный исход на продолжительность жизни в воздействии рапомицина. Хочется отметить, что и наша работа там немножечко есть. Так вот, здесь представлен показатель риска смертности у мышей различных линий под воздействием рапомицина. И видно, что этот показатель, мягко говоря, варьируется от 0,22 до почти 0,90. Это очень большой разброс. При этом очень существенное получалось гендерное различие между самцами, у которых показатель риска смертности был значительно больше, чем у самок. Очень большое влияние имел генетический бэкграунд животных. Тогда как, например, время начала введения рапомицина особой такой сильной роли не играло. В исследовании НЭФ и соавторов, опубликованном в 2013 году, было у самцов-мышей Ц57-блэк, у которых при приеме рапомицина с пищей достигалось значительное увеличение продолжительности жизни, были проанализированы более 150 различных биомаркеров старения, из которых только, мягко говоря, небольшая часть действительно улучшалась. Вы в фенотипе старения. Преимущественно это поведенческая активность, обучение, память, некоторые показатели сердечной функции. Важно, что влиял на массу тела, как аналог ограничения калорийности питания. И, конечно же, на параметры развития новообразования. В то время как вот этот список, это важно, что рапомицина в принципе не оказывала счастливого действия. И поэтому встал большой вопрос, а влияет ли рапомицина непосредственно на старение или только на ассоциированные с возрастом патологии? Потому что в основном... Я вернусь. Конечно же, возраст ассоциированные патологии, такие как рак, определяют продолжительность жизни во многих случаях. Так, например, в нашей лаборатории было проведено исследование рапомицина у мышей инбредной линии 129 СВ. Причем мы в течение нескольких лет исследовали две дозы рапомицина. Это так называемая высокая доза в полтора миллиграмм на килограмм три раза в неделю в течение двух недель с двухнедельным перерывом. И по такой же схеме доза в три раза меньше. Соответственно, исследовалось вредение рапомицина у самцов и у самок. Так вот, если большая доза значительно увеличила продолжительность жизни самок инбредной линии, то у мышей большая доза оказывала прямо противоположный эффект. В то время, когда дозу мы снизили в три раза, ни у самцов, ни у самок рапомицина на продолжительность жизни существенно не влияла. Тогда как на параметры канцерогенеза картина была немножко другая. Вообще, в принципе, стоит оговориться, что данные инбредные линии обладают очень высокой частотой развития опухолей матки яичников у самок этой линии. Соответственно, в порядку 80% случаев развиваются опухоли данных локализаций. Так вот, большая доза рапомицина значительно влияла на параметры, значительно тормозила развитие опухолей у мышей данной линии. И даже будучи сниженной в три раза, торможение, в принципе, имело такое же процентное соотношение. Хотя, в общем-то, продолжительность жизни от этого совершенно не изменилась. Конечно же, в экспериментах, где основным лимитирующим фактором продолжительности жизни является развитие новообразований, так, например, у мышей высокоораковой линии с повышенным содержанием гена ракомолочной железы человека увеличение продолжительности жизни и уровень торможения роста новообразований были пропорциональны друг другу. Хотелось бы отметить, что рапомицин и ряд его аналогов уже давно являются клинически одобренными препаратами, в том числе противоопухолевыми агентами. И доказано, что данные препараты имеют активность против лимфом, эндокринных опухолей, рака мочевого пузыря, рака почки, рака молочной железы, колоректального рака. Но при этом при введении у людей наблюдается очень большой ряд побочных эффектов, в первую очередь из которых это гипергликемия, различные нарушения кишечника, безумное подавление иммунной системы, потенциальная эмбрия и фетотоксичность у женщин репродуктивного возраста. Соответственно, говорить на данный момент о рапомицине как о гиропротекторе, который можно применять у людей, достаточно тяжело. Поэтому есть несколько тенденций в современных исследованиях рапомицина и его аналогов, которые заключаются. Во-первых, давайте попытаемся снизить побочные эффекты. Например, за счет сочетания рапомицина и антидиабетического бегуанида, о котором только что рассказывала Ирина Григорьевна. И действительно, например, у пациентов с гипотоцеллюлярной карциномой сочетанное воздействие рапомицина с метформином существенно тормозило рост опухоли и увеличило продолжительность жизни пациентов. На моделях рака предстательной железы у мышей был показан противоопухолевый эффект данного сочетания. И на модели перевиваемого рака поджелудочной железы у страдающих ожирением мышей. Также сочетание аналога рапомицина и веролимуса и метформина тормозило риск рака молочной железы уже инвитро. В нашей лаборатории также проводился ряд испытаний по исследованию сочетанного воздействия рапомицина и метформина на моделях перевиваемых и спонтанных опухолевых мышей, в которых было обнаружено незначительное усиление действия препаратов друг друга. По отдельности они ничем не отличались от сочетания. В ряде работ, если мы говорим о том, что рапомицин и его аналоги являются противоопухолеваемыми агентами, то в принципе, как сказал Владимир Николаевич, давайте начнем бороться сначала с одной проблемой, потом будем что-то добавлять. Если мы говорим о снижении рака, то давайте будем применять здесь. В ряде работ показано, что рапология усиливает чувствительность тканей к различным цитостатикам. Мы, в свою очередь, тоже попытались это проверить, и на модели Zebrafish с мутантной формой онкогена Keyras, с мутацией в 12-м кодоне, под эпидермальным промоутером, под эпидермальным промоутером мы начали воздействовать рапомицином и различными цитостатическими агентами. Так вот, что мы получили? Под воздействием неактивных самих по себе доз, например, поклитаксела и рапомицина, при сочетанном воздействии этих доз мы получали практически полное обрушение данного трансгенного финотипа и, соответственно, снижение от экспрессии данного мутантного Keyras. При этом дозы сами по себе были даже неэффективны ни на одной модели, судя по литературным данным. Далее мы попытались эти дозы перевести на мышины уже модели и на модели перевимаемой опухоли с гиперэкспрессией рака молочной железы человека у самцов FVB. Простите, пожалуйста, на рыбах мы еще проверяли доксорубицин с рапомицином. Я забыла об этом сказать. Именно эти два сочетания абсолютно аналогичным образом оказывали воздействие на фенотип трансгенных рыб, и мы далее их проверяли уже на мышах. На данной перевивной опухоли мы увидели, что поклитаксел оказывал максимальное торможение до 21%. Доксорубицин на данной хитроничуствительной опухоли более был эффективен до 58%. Сам по себе рапомицин в самый крайний срок 39%, тогда как сочетание рапомицина и поклитаксела усиливало действие цитостатика до 47%, а сочетание доксорапа до 64% по сравнению с монотерапией доксорубицином. Но помимо противоопухолевого эффекта мы еще попытались проверить токсический эффект комбинации данных препаратов в данных дозах с помощью модели расчета числа апоптотических клеток в криптах тущей кишки, то есть в здоровой ткани. И видно, что цитостатические препараты увеличивали уровень токсичности, тогда как добавление к ним рапомицина сам по себе тоже токсичный эффект, небольшой, неэстетически значимый оказывал, но добавление рапомицина к поклитакселу существенно снижало уровень токсичности в тущей кишке, и такая же тенденция наблюдалась и при комбинации доксорубицина с рапомицином. Аналогичный эффект был получен для перевиваемых опухолей эрлиха у мышей линии 129СВ с аналогичным уменьшением уровня токсичности на здоровых тканях и на моделях спонтанных опухолей молочной железы наибольший эффект мы получили для сочетания рапомицина с доксорубицином, но и для поклитаксела на данной нечувствительной к поклитакселу модели был получен очень существенный результат. На данной модели спонтанных опухолей мы также оценивали уровень пролиферации в опухоле молочной железы и в ткани кишечника. Если в ткани кишечника мы не получили никаких статистически достоверных данных, то вот здесь представлена картина по уровню пролиферации. Не знаю, видно ли сейчас из-за контраста плохо, но на самом деле здесь синие – это в принципе клетки, а красные – это конкретно пролиферирующие клетки. Если бы было более контрастно, то бы мы здесь увидели, что в контроле у нас огромное количество пролиферирующих клеток в ткани молочной железы, под воздействием рапомицина это количество уменьшается, под воздействием доксорубицина клетки мельчают, и пропорция на самом деле превышает рапомицина, тогда как сочетание, например, доксорубицина с рапомицином практически полностью убирает пролиферирующие клетки из ткани. Аналогичные результаты по сочетанию рапомицина, но уже с томоксифеном, были получены группы ЖУ, буквально тоже параллельно же с нами. И, позвольте, я не буду вот так зачитывать полностью очень страшные названия, я не врач, но хотелось бы оговорить перспективы. Мой доклад должен был быть посвящен непосредственно рапомицину, но его исследуют давно и знают, что есть определенные ограничения его применения, поэтому логично было развивать аналоги, так называемые аналоги первого поколения, ТМС, Алимус, Ридов Алимус, Эвер Алимус, все эти вещества уже либо являются клинически апробированными, либо нахо проходит определенную стадию клинических испытаний. Но этого на самом деле мало, потому что рапология блокирует только МТОР-1 комплекс, мы можем увеличить эффективность, например, за счет блокады дополнительно других киназ, то может быть фосфоэназитит-3 киназа или ингибиторы АКТ, и таким образом мы можем получить двойные ингибиторы тех или иных путей. Эти данные также находятся уже на стадии клинических испытаний. Ну и третье поколение ингибиторов МТОР – это торианы, так называемые, это вещества, которые способны блокировать одновременно и первый, и второй комплекс МТОР. Ну, плюс можем сочетать это, конечно, с различными другими доказанными, или еще только разрабатываемыми геропротекторами, из-за чего скоро мы все будем жить долго, и я надеюсь, очень счастливо. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Прекрасный доклад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok